На Новый год правительство Верховная Рада подарили гражданам Украины и новое законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Изменения весьма неоднозначны. Преимущества и недостатки реформы комментировали представители нескольких общественных организаций. Поводом для обсуждения стали закон о коммерческом учете тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения, а также изменения, внесенные в закон о жилищно-коммунальных услугах. Новые нормы вступят в силу с 1 июня. Жители смогут выбирать, я хочу, допустим, воду получать по коллективному договору, а газ только по индивидуальному. Здесь тоже стоит заметить, что именно газ и свет у нас по новому закону предоставляются только на основании индивидуальных договоров. И, наконец-то, прописывается, что ставятся только индивидуальные счетчики. То есть никаких общедомовых счетчиков, которые на сегодняшний день у нас появились, их быть не может, потому что на них нет ни документов, ни других подтверждающих актов. Если говорить об Одессе, на практике система оказания жилищно-коммунальных услуг осталась в тех же руках. Сменилось только название. Заходят на рынок так называемые управляющие компании. Это то, что было в Одессе проведен не так давно, в начале прошлого года конкурс, где наши в трех районах из четырех победили те же коммунальные предприятия ЖКС, и только раньше они назывались как организации, предоставляющие услуги по содержанию дома при домовой территории, а сейчас они называются управляющие компании. Уже по старому законодательству коммунальщики были обязаны заключать договоры о поставке услуг с каждым жильцом. Фактически этого не делали. Будут ли те же люди при той же власти соблюдать новый закон? Есть подозрение, что нет. К тому же в нем существуют серьезные прорехи, оставленные по ошибке или умышленно. Во всех странах указано, допустим, калорийное содержание топлива газа. У нас это не указано. У нас типовой есть договор, там указано согласно каким-то нормативным исследованиям, справкам и так далее и подобное. Вы укажите в договоре конкретно, какая калорийность топлива. Тогда мы можем спокойно на основании предъявить к вам иск. У нас электроэнергия, вольтаж колеблется до 250 и выше вольт. Возникает вопрос, а что это такое? Ведь никто про это не задумывался. Ведь в странах Европы, если вольтаж превышает напряжение, допустим, выше 225 вольт, то организация, которая поставляет электроэнергию, доплачивает людям деньги. Этим недостатки жилищно-коммунального законодательства не ограничиваются. Главную причину такого положения один из участников дискуссии видит в характере самого общества, устройства, экономики и государства. Сергей Борисович сказал о теплотворной способности газа, которую необходимо учитывать. Ничего Сергей Борисович из этого не выйдет, потому что организации, которые сегодня способны оценивать эту теплотворную способность, в Одессе это одна. Это Одессгаз. В Украине их несколько. И они находятся в руках этих монополий и будут писать ту цифру, которая их интересует. В каждом конкретном случае нужно консультироваться с юристом, иначе придется платить лишние деньги. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.